Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Хороший мяч получился. Собралось столько зрителей, столько людей. В России за нас переживало. Я думаю, что такой праздник футбола удался. Потому что это зрелищно, много голов, но все, что нравится. И вот этот наш результат, эту игру мы разделяем с нашими болельщиками. Потому что то, что сегодня творилось на стадионе, это фантастика. И так всегда. И мы с болельщиками одно единое целое. Мы командой благодарны им. Вот и до. Потому что у нас давно единение. Они нас поддерживают, всегда верят в команду. И мы гордимся тем, что мы в премьер-лиге. И то, что мы делаем на поле. Понятно, что сегодня совершенно особенный матч по антуражу и по ходу игры. Скажите, вот по ходу игры какие, может быть, вы новые эмоции в себе сегодня ощутили? То есть было что-то... То есть у вас большой опыт. Но вот сегодня что-то особенное внутри? Какие-то мысли были? Внутри мысли были... Мы хотели выиграть. И нам не хотелось, чтобы мы допустили ошибки. Одна история, когда соперник разыгрывает и создает моменты. И другая история, когда из ничего... То есть мы сами помогаем забить гол. Мы не должны ошибаться в этих ситуациях. Мы это понимали. Потому что мы сыграли два тура. И мы очень хорошо подготовились к Динамо. И мы хотели выиграть. Мы понимали, за счет чего мы это можем сделать. Но получилось так, как получилось. И... Слушайте, это... Мы набиваем сейчас шишки. Это начало пути. Но, на мой взгляд, мы эти шишки набиваем достойно. По-мужски. И я очень надеюсь, что... Ну, дальше не будет этого. Ну, по крайней мере, мы все к этому стремимся. И все этого очень хотим. И мы будем работать в этом направлении. Все-таки вот эти два глаза, битные практически сами себе, они свидетельствуют о недостатке концентрации, о слишком больших нервах, о слишком большом желании проявить себя. Вот на ваш взгляд, как? Ну, знаете, это эмоциональный такой фактор, который мы играем против команды, которая призер чемпионата. В команде собраны очень хорошие исполнители. Да, они стилистически изменились с прошлым сезоном. Но все равно это же Динамо. И здесь очень важно. Ребята хотели, понимаете, хотели... Понятно, что не хотели выиграть, не хотели порадовать болельщиков. И вот здесь концентрация, когда у нас все построено на командных действиях. И у нас очень важный для нас подсказ. И здесь вот где-то кто-то уснул и не подсказал. Ну, потому что не услышал, он, может быть, и подсказывал. Ну, просто сложно было услышать друг друга. Там даже мы по цепи что-то передавали друг другу, и не совсем было это слышно. Да, это эмоциональный фон. Нам надо более хладнокровно играть с холодной головой. В перерыве что сказать о команде? Они вышли практически, ну, как будто заряжены невозможно какими-то батарейками. В перерыве мы подкорректировали действия наши на поле. Потому что мы немного неправильно действовали во время атаки. То есть у нас был нарушен баланс. Из-за того, что мы пропустили быстрый гол. И это вполне естественно вот такая мы эмоциональная вещь. И тут еще второй гол. То есть мы вот эти вещи подкорректировали и сказали о том, что сегодня очень много людей, которые пришли насладиться футболом. И мы должны сыграть для них. И выходя уже сказали о том, что сейчас мы выйдем, забьем гол и вытащим эту игру. Есть еще вопросы? Олег Петрович, разрешите поздравить с первым полным стадионным. Продолжение ждем. И факел стал, наверное, коллекцию курьезных мячей. То есть в Краснодаре пропустили, в Розном пропустили здесь. Вы уже сказали, что это связано с какого-то волнением. Решение этой проблемы внутри коллектива, в организации игры или психологически все-таки? Ну, вы знаете, это две неотъемлемые вещи. То есть мы же, пропустив любой гул, это уже следствие каких-то действий. То есть мы говорили о том, что в футболе включился ты вовремя в эпизод. Успел ты прыгнуть вверх или не успел. Успел сделать старт на секунды. Вот эти секунды, они определяют вот эти включения. Они определяют, выиграешь ты или проиграешь. И, естественно, это помимо эмоциональных и каких-то таких ментальных вещей, это, естественно, наша вся общая работа. Мы должны работать над этим как тренерский штаб, как команда. То есть мы должны совершенствоваться, чтобы... Ну, чем быстрее мы это сделаем, тем нам будет, на наш взгляд, легче. Спасибо. В дополнение к предыдущему вопросу, может быть, какие-то нужны усиления, пока трансферный период длится, да? В обороне, прежде всего. Ну, вопрос селекции, он всегда в футбольной команде круглогодичен. Вот. Мы, ребята, играют надежно. Ну, в плане, я вам объясню, это достаточно сыгранная линия обороны. Но, безусловно, что она была сыграна в том чемпионате, да? Да, там добавился Божин. И различные сочетания, которые мы пробовали на сборах, вот на данный момент, как бы оно оптимально. Мы так начали чемпионат. Мы верим в парней, и потому что они, слушайте, у них есть характер. Они очень умные футболисты, потому что есть вещи, которые внутри у нас команды, когда здесь недостаточно, там, не надо водить за руку. Здесь есть определенные эпизоды, когда ты просто можешь сказать устно, даже не у доски, и футболисты это будут делать. Это означает, что они умные, и у них есть характер. Что к этому нужно добавить, чтобы это слепилось? Необходима концентрация. Концентрация в игре. Это сложный момент, да, сложный. Но над этим будем работать, и надо работать. Мы рассматриваем выход на замену каждого нашего футболиста. У нас основа – это 25 человек. Разница в том, что есть стартовый состав, и есть игроки, которые выходят и усиливают игру. Игра складывалась и диктовала нам таким образом о том, что не было смысла выпускать защитника. То есть мы даже снимали защитника, да, и перестроили схему, рисковали, добавили еще одного нападающего. Абсолютно на… вот именно это… это же все зависит от выход любого игрока. Он зависит от стратегии, от структуры игры. Вот мы наигрывали определенные вещи. Она может пойти, ну да, мы хотим, мы это же отрабатываем, чтобы это пошло. То есть у нас… мы не верим в то, что вот… ну футболисты ходят, ну вдруг у меня не пошло. Ну как это, ты же профессиональный футболист, ты занимаешься спортом. И у нас, слава богу, этого нет. Вопрос в том, что… или травма, или изменить структуру игры. Ну вот сегодня не было необходимости выпускать именно защитника на защитника. В чем видите резерв усиления игры именно линии обороны? Потому что ЦСКА еще более крутой соперник, чем «Динамо». У «Динамо» все-таки достаточно молодая линия обороны. И ЦСКА может по такой игре обороны три гола забить и три не дать себе забить. Вот как вы рассматриваете, как резерв усиления какой? Резерв усиления в командных действиях. Мы понимаем, что мы сильны командными действиями. Мы выходили в «Премьер-Ливу» как команда. И продолжаем здесь наш путь. Только в совершенствовании командных действий. Потому что «Динамо» Москва – это тоже титулованный клуб, не менее титулованный, чем ЦСКА. И мы с ними сыграли в футбол. — Показалось, что Матвей Ивахнов сегодня, совершенно с новой стороны сегодня, как мне показалось себя, показал, что он был действительно тем самым наглецом, в хорошем смысле слова. То есть он вышел, начал всех жутко напрягать. И действия как будто он был очень опытный боец. Был ли разговор с ним по этому поводу? Потому что, мне кажется, раньше у него такой дерзости не было. Матвей влился в наш коллектив на сборах. И остался у нас в команде. Именно из одного из этого качества, которое вы сказали. Он не боится играть в футбол. У него есть школа. Это можно развивать, это нужно развивать. Для парня, которому 18 лет, у него есть хорошие перспективы играть в футбол. И команда приняла его, приняла то, что он не боится, он не стесняется. Он работает на команду, он работает для команды. Несмотря на то, что этот коллектив, которые опытные ребята, которые уже не один год вместе, но они приняли 18-летнего парня. Потому что он делает все для команды. И не боится этого делать. Это самое главное. Можно вопрос? Да. Олег Петрович, как оцените календарь РПЛ этого сезона в каком плане? Сначала было два непростых уезда на юг, потом мальчик с московскими клубами «Динамо» и «ЦСК». И только спустя через месяц, когда, как вы выразились, можно будет набить шишки, пойдет серия игр с соперниками в борьбе за то, чтобы остаться в лиге. Там и Урал будет, и Нижний Новгород, и Крылья Советов. В общем, такие команды. Я нормально, признаться, отнесся к календарю. Я ждал календарь для того, чтобы узнать, с кем мы будем играть на самом деле. И вся команда то же самое. И мы понимали, что у нас, допустим, может быть игра на выезде. Но две игры на выезде, мы сказали, а хорошо, здорово. Кто, ну, мы думали, что будет «Зенит», ну, внутри. Оказался Краснодар. Мы были рады о том, что первая игра на прекрасном стадионе, почему нет. И мы к календарю относимся так, что мы понимаем просто, в какой день мы играем с нашим соперником. Это самое главное. А дальше, ну, ведь каждая команда, она сильна. И каждая команда, она особенно, у нее есть свой стиль. Вот, и, безусловно, с каждой командой интересно играть. Здесь, сейчас не надо разделять, на мой взгляд, команды, которые, вот, там, наши, наши конкуренты, как вы выразились, там, вылетать. Или вот здесь есть лидеры. Здесь есть все сильные команды. Разница лишь в том, что одни более опытные команды и одни менее опытные. На сколько сильна усталость от выезда, то есть постоянно приходится, не самолетами, а другим видом транспорта добираться? Вот, насколько тяжело восстанавливаются или как-то уже приспособились к этому болезням? Ну, человеку вообще свойственно приспосабливаться. И, естественно, мы приспособились, но если ты не можешь изменить ситуацию, надо изменить отношение к ней. Вот так мы все это сделали, сделали. У нас, получается, дополнительный день восстановления, да. Да. Но это неотъемлемая часть. То есть мы, ну, раньше тренировались больше, но сейчас тренируемся меньше, но стараемся сделать это более качественно. Украинская часть. Украинская часть. Украинская часть. Как же место высшая лига?